встречайте умную вилку настолько умную что ее можно подключить компьютеру взломать пентагон еще и вилку заряжать придется кошмар майни мы с вами всем привет и снялся начать ревью это кринжовые инновации из маркетплейсов это наша любимая рубрика 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 которым будет все ломать крушить и сменяться погнали смотреть ссылка есть в описании ну вот заставочка такая миленькая с котиком любите слушать новости и подкасты но шум вентилятора постоянно перекрикивает громкость плохого динамика хотите закатить вечеринку не хватает хорошего звука и освещения устали ну это автор покушает это одобряем это одобряем это тоже покушает мне там демо игры ребята добрать желаемое покупать привет как вы знаете или не знаете у меня выходит моя игра есть до не уже ссылочном описании на ее страничку стиме я был бы очень благодарен прям невероятно благодарен если вы просто давай либо игру в список желаемого сейчас мне очень важно это невероятно важно что вы просто перешли на страницу в описании добавить ее в желаемые даже есть нету аккаунта стиме пожалуйста создайте его это после бесплатно очень быстро делается и добавьте Игру в список желаемого. Это очень поможет. И даже антимайни одобряет ваше решение. Я антимайни. И я одобряю ваше решение. О каком решении мы говорим? Барахло из ящика. Другая заставочка. Технологии и инновации. Приветствую, дорогие друзья, в этот жаркий, знойный день. Свежий, теплый, прекрасный. А почему он прекрасный? Да потому что мы собрались здесь с вами, чтобы обозревать всякие инновации, интересные технологии, технику и просто крутоту. Ну а поскольку тема у нас электроника, сегодня у нас с тобой будет компаньон. Живой или не очень? Ну, на самом деле не очень, но если ты с ним пообщаешься, то ты тут же передумаешь. В общем, сегодня нас ассистирует умная колонка Сбербум. Ой, ну это автор покушает дважды, там, суперинтеграция. Со зрителями. Привет всем. Начнем с ретро. Зарвалось вы. У нас летающего будильника 16-летней давности. У нас летающий будильник. Конечно, до трона будильника нам еще идти-идти, но побегать за этим сорванцом придется. Разбудит всех, даже гориллу. Что? Ну все, сделай вид, что ты спишь. И пока это происходит, мы подождем. Я... Витамины, витамины. Витамины, они... Витамины, я... М. Ну ты какого черта? Он не летает. Скажи мне, пожалуйста. А что не взлетел? Дожди, да, я пользователь, я проснулся. Да. А, подождите, я правильно понимаю, что они спрятали динамик снизу? То есть то, что должно тебя будить, находится здесь. Она бы еще вниз летела, блин. Почему она не вот так тогда? Ну так же громче. Блин, я видел по рекламе, я видел, что она должна взлететь и типа вот ты должен ловить вот так вот по всей квартире. Я ничего не видел, я спал. Я ее убью. Это вообще гад... Ну она вообще не работает. Да, что он взлетел? Хороший, как у спанчбоба. Все. Никаких электросхем тебе, ничего. Огроменная труба и гудок. Все. Как же его колбасит. Да. Ну если бы она стояла ровно, она бы взлетела. Ну можем дать последний раз, да, седим? Тут как в детских вот этих вот вертолетиках, причем моего детства вот это крепление. Все, закрепил. Так. Ну она не взлетела, ее там колбасит, я не пойму. Полное говно. Что со втулкой? Это было быстро. Сколько стоит эта история? Ты еще? Мало? Мало, ты бы купил? Мало, Билли. Мало, Билли. А если бы на нижней части было лезвие, знаешь, оно так тебе в лоб улетит. Да. И уже мотив проснуться более весомый. Да, так что производители всегда есть. Она что не соскочила, и сразу по горлу, это вообще неприкольно. Задуматься. И вот вроде бы миленький кавайный космонавт. Имеет незамысловатый FM-радио, установку будильника, воспроизведение Bluetooth. Что отзывы не очень. Еще этот малыш себе кроет интеллектуальное голосовое взаимодействие. Интеллектуал? Ой-ой-ой. Кто? Да-да. Перед нами чудо-колонка, в которой есть часы, погода и нейросети. Но нейросетями мы пользоваться не можем. И я из-за этого очень расстроен. А зачем тебе нейросеть? Потому что у нас умный выпуск, и хочу увидеть в действии эти AI и нейросети, как они вообще работают. Вот салют. Как работают нейросети? Расскажи. Алгоритм работает через генеративно-состязательную сеть, нейронную сеть, состоящую из двух частей. Умнеем, умнеем. А другая проверяет их и пытается классифицировать точные от неточных. Если хочешь узнать, может ли на земле закончится воздух, скажи «да». Он у нас уже заканчивается салют. Не переживай, все хорошо. Какая прекрасная совет колонка-то. Итак, то есть у нас нету никаких. Только если мы живем в Китае, тогда эта штука будет работать. А зачем мы их купили тогда, если она не работает? У него слишком крутой голос для такого вида, согласись. У него глазки, как мило. Да, где? Смотри. Это не глаза, это пять точек. Закрытие реестров. Это радио? Закрытие реестров у нас, значит, да. Это ж буквально вообще любой приемник у бабушки на даче. Вот ровно то же самое делает. Да, зато. Только он не говорит «I'm waiting». Ну, это можно поставить на полочку и девочке, и чтобы радостно смотрелось. Да, сколько стоит? 1300 рублей на Алиэкспресс. Ну, как фигурка. Ну, если ты любишь розовый. Особенно розовый план. Каждый день мы жарем. Нам нужно жрать. Мы любим жрать. Да. Мы едим слишком быстро. В честь этого встречайте умную вилку. Настолько умную, что ее можно подключить к компьютеру, взломать пентагон. Зачем? Еще и вилку заряжать придется, какой кошмар. Ждет тебя током, когда ты начинаешь слишком быстро есть. Ладно, шучу. Просто вибрирует. Как-то скучно. Тебе нужно питание. Но ты следишь за калориями. Так, так. Чуть-чуть. Именно поэтому тебе поможет умная вилка. Что она делает? А еще один пароль запоминать. Вы как? Она считает твои калории. Вот, короче, ты слишком быстро ешь. Господи, мы тебя забодаешься, если не герметично. У меня есть такая проблема. Я постоянно хаваю очень быстро. И когда ты это начинаешь делать, вилочка это чувствует, начинает вибрировать. И ты такой, о, и правда. Ну все вот так едят, как в мультиках, блин. И что это за этюд? Вот так она завибрировала. Это значит, что я ем очень интенсивно. Я понимаю, что... Ну да, мне кажется, надо пробовать настоящую еду. Давай я попробую представить, что я реально ем задать. Ну давай, но для этого, погоди. Для этого тебе нужно держать ее вот так вот и зажать кнопочку. Что? Что? У вилки есть приложение. Да не, да не, ну бред. И вот оно есть. И что оно прилагает? Ложку? Вот оно, вот так оно выглядит. Но понимаешь, в чем история-то? Я вот купили мы ее за 4 тысячи рублей. Сколько? Ку-ку. И вот захожу я на приложение. Вот у меня нет аккаунта. Ну вот я хочу зарегистрироваться чисто по-человечески. Вот что получается. Нет такой страницы. Нет такой страницы. А ты что хотел? 400 тысяч? Вилку зарегать? Покажи мне этих счастливых обладателей аккаунтов вилки. Так, что я что-то заправляю. Нормально, микро-юсби. За 4 тысячи рублей. Можно. Хорошо. Так, ага. Ну, во-первых, это ублюдство. Ну как так? Есть она тяжелая. Реально, посмотри. Ну что это такое, блин? Ну ладно, допустим. Тебе большим пальцем надо зажать кнопку. То есть мне надо есть вот так. Да. Я уже против. Зажми. Задержи. Не отпускай. Так. И интенсивно дергай. Ну она уже брыжет. Ну попробуй вот так вот сделай. Побыстрее. Ну вот. Вот так вот сделай. Нет, я так не ем. Я сейчас представляю пюре и котлеты. Вот пюрешечку в стопочку, в горочку от котлетки. Не вибрируй. Я даже в рот еще не положил. Так, вот намазал. Она уже еще не вибрирует. Она в рот даже еще не вибрирует. А давай тоже заведем приложение. Наши вилки умеют понимать ваш вес. Считать калории. Слушай, а вот это ты не пробовал? Считать все. Если сейчас зайти на ссылку производителя, то ты попадешь на сайт happy.com. Знаешь, что это такое? Американский сайт с психологической поддержкой, психологической помощью. Поэтому возможно мы имеем в руках какой-то социальный пранк. Данил выяснил за кадром, что произведено и презентовано это было в 2013 году. Последнее обновление было в 2016 году. И с тех пор больше... Какой мрак и бред. Ничего не было. Разработчики подумали, ну это реально какая-то полная хрень. Удалили нахер все сервера даже. Подключить с ноутбука не удалось. А вы думаете, мы не пробовали? Мы пробовали, потому что сзади есть. Что? Правильно. Подключение к компьютеру. Она плохая, не работающая. Все, что в ней есть, это вибрация. Зачем вибрация в вилке? Четыре тысячи рублей. Дальше что мы с тобой делаем? Еще хочешь со мной быть? Я думаю, каким-то вещам не суждено быть умными. Не надо им таковыми быть. Не надо. Куда тебе? Если ты поймешь, ты заплачешь. Не плачь. Настало время доминации Ракса, умного робота OpenAI, который говорит на русском языке. Это милая штука. Хочешь себе робокомпаньона? Да, пожалуйста. Хочешь нейросетевое общение? Ну, это игрушка. Ну, это типа явно не что-то типа круто там интеллектуальное. Это больше игрушка. Вроде его можно программировать, если не ошибаюсь. Это не этот робот, который можно там типа какие-то ему специальные штуки программировать. Не анекдот. Погода, управление камерой. Он даже танцевать может. На него можно надеть шапочку, как мило. Смотрите, сколько всяких микрочипиков и плат в него запихали. Наверное, он стоит дорого. Недорого. Производитель, а вернее продавец, положил бантик и шарфик. Но для кого же? Кто этот маленький модник? Вот он, смотри. Вот, коряченький. Вот, смотрите какой. Ну-ка, дай-ка сразу на него. Так, это зарядничек. Соответственно, он будет куда-то доходить, сам и заряжаться. Какой попсик. Если он, конечно, это может. Эта штука новинка. Ее представили зимой этого года. То есть она прям свежак. Хайракс, расскажи, что ты можешь? Я могу играть с вами, общаться с вами, развлекать и взаимодействовать с вами. А также я могу предоставить вам множество практичных гаджетов, которые... Ну, голос, конечно, полный отстой. Просто... Оно все разрушает. Этот голос отвратительный. Лучше бы уже взрослым Сири была. Или не знаю. Ну, почему такой плохой голос? Это прям очень плохо. Вашим маленьким помощником. Он даже не подходит. У меня слишком много навыков. Если вы хотите узнать их все, вы можете просмотреть их в мобильном приложении или спросить мне еще раз, что я могу сделать. Каждый раз я буду... Сколько Робертов Де Ниро поместятся в одну машину марки Иш-Ода? В одну машину марки Иш-Ода поместится только один Роберт Де Ниро. Хайракс. Потанцуй. Давай, танцуй. Все было бы неплохо, если где-то тупая, прям ублюдская озвучка. Ну, наверное, убогая. Ну, ужасная же. Прям очень плохо. То есть, Савра вот милашка. Ну, блин, озвучка. Давай, потанцуй. Ну, так, в принципе, любое животное. Прикольно, да. А сколько такое ставишь? 50 тысяч. Давай что-нибудь придумаем. У нас целое... Слушай, у нас такое могущество в руках. Давайте что-то сделаем. Давай анекдот какой-нибудь, например, чтобы он продолжил. Набил ситуацию. Давай. Разбил. Вот. Хайракс. Хайракс. Ну, че он теплый такой? С полного заряда этот малыш, придурок, работает всего лишь час. Но у него есть его брейкданс, танцпол. На этой штуке он стоял примерно час и не зарядился ни на процент. Хайракс. Битбокс. Это специальная форма тренировки, которая сочетает в себе элементы бокса и аэробики. Хайракс. Дай бит. Йоу, я читаю рэп, как будто бы это шмеп. У меня так много бубц, как будто бы это рэп. Он шмакс, он ракс, он делает битбокс. А теперь сделай соло. Господи, как я сейчас. Сегодня самый счастливый день. Набивай его стоимость. Вот это самое интересное. Хайракс. Выступление. Что за выступление? Выступает. А ты так можешь? Да? Маме. Ты старый. Неправда. Ты ленивый. Нет. А он мое будущее. Он мой будущий друг. Я его люблю. Посмотрим, что он скажет после получаса без зарядки. Слушай, я прям, знаешь, вижу эту ситуацию. Сидишь ты вот так вот вечером, уставший, вот что-нибудь пишешь, потом такой... Эй! Хайракс. Выступление. И вы с ним вдвоем. И сразу так хорошо на душе. Сразу легче. Сразу красивее. Я заряжаюсь, не могу двигаться. Бери попозже, родной, я сейчас на зарядке. Хайракс. Режим питон-мца. Питон-мца. Какой прекрасный звук у него. Экран такой яркий, он тебя слышит, только нас, ухо. Что? Выгодно горячие трусы женские. Скитка 12. Ангуст. Как делает Байден? Андрей. Ну, типа так делает. Я не могу ответить на этот вопрос, так как не обладаю информацией о текущих действиях Джо Байдена. Тебе нравится твоя бабочка? Как искусственный интеллект, я не имею физической формы и не могу видеть или ощущать что-либо. Ты вообще понимаешь то, что у тебя есть физическая оболочка? Ты сейчас стоишь прямо передо мной, и за слова могут быть какие-то, ну, последствия. Я искусственный интеллект, не обладающий физическим телом. Я существ... О, он уснул. Ну, 50 тысяч изображается он. О, он дрыгает ножками, он дрыгает ножками, смотрите, смотрите. О, стал бояться, стал бояться. Зарядился, значит. Да, он не кричит. Ёб твою мать. А вот кто же бесит вода? Да... Такая прозрачная, такая невкусная, такая... Вкусная вода, мысль. Вот что делаешь? Если я хочу пить сладкую воду, а носить с собой килограмм сахара я не могу. Выход есть. Бутылка R. О, это типа как мистер Бист рекламировал. Ну, что-то другое, поэтому аналог, но все. Вкусом. Ключи в музыку. Все равно что-то реклама. Для фончика. Включи. Для фончика. Для вайбика. Вайбика. Вайбун. Лексичка. Директор Павлович, под эту музыку, пока заряжается наш товарищ, я хочу тебе сказать, что пришло время попить. Ботички. Ботички. Какой, какой. Газированный. Сладкий. Да. У нас умная бутылка. Почти умная. Не совсем электронная. Суть ее в том, что ее придумали в Америке. Потому что американсы обожают новый акваприбор, который позволяет создать имитацию с сладкой водички. Здесь есть картриджи, которые суются на крышечку. А мешать надо случайно? Нет. Ты с бутылочкой так соприкасаешься и подюхай, подюхай. Это виноградик или арбузик. Как это пахнет, вот эта вонючка в машине. Может, это она и есть. Откуда я знаю? Я туалет. Я унитаз. Я елочка. Я елочка. Я разбавляю пот 50-летнего дальнобойщика. Итак. Итак. Класс. Вот мы налили воды. Теперь сверху мы надеваем картридж со вкусом арбуза. Ну, насадить надо, да? Вот так. Надо пить, чтобы это соприкасалось с носом или ртом там. Слушай, если жвачку в нос наклеить и пить воду, вода будет мятной. Суть в том, что я из-за того, что я просто нюхаю арбузик в нос, это создается искажение. Ты обманываешь свой мозг. Тебе кажется, что это... Нет. Я чувствую воду. Это обред. Чувствуешь вкус арбуза? Знаю. Она не пьется. Ладно, давай еще раз. Нет смысле. Нет. Что с Георгием сегодня? О! Пошло? Чувствуешь? Запах, запах, пошел. Чувствуешь арбуз. Пахнет арбузом. Круто. Ну да, это странно. Это не такая штука, как у мистер Абиста. Там же картиджи полноценные, которые... Ну, тут через нее вода проходит. Это обман. Это шляпа. Слушай, если ты настолько слабовольный идиот, что не можешь получить удовольствие от водички, ну не пей два дня, а потом попей воды. Ты поймешь, что она очень вкусная. На, сосите на здоровье. На. Давайте вернемся тогда к нашему умному воду. Чеку не дают. Как дела? Это не такой трудный вопрос. Здравствуйте, я Рокс. Приятно познакомиться с вами и стать вашим другом. Хайракс. Пожалуйста, скажи, как ты относишься к лего-конструктору? Как искусственный интеллект я не имею эмоций или личных предпочтений. Ой, фу. Прям еще какая-то ужасная террасетка там стоит. Ну, блин, мне больше всего голос не нравится. Если он как голос... Ну, блин. У тебя искусственный интеллект, ты понимаешь, ты уже умнее, чем Вилка ответит на вопрос. Хайракс. Ты какой, скажи мне, музыку слушаешь? Давай две группы перечисли хотя бы. Давай две. Я как искусственный интеллект не имею возможности. Он там тупой, ты ему сейчас дам. Он не держит диалог, он отвечает на один вопрос. На один, который ему удобен. А какой ему вопрос удобен? Какая завтра погода? Да, я слушаю вас, чем я могу вам помочь. Повторите ему. Хайракс. Скажи, какая завтра погода? Извините, я еще не научился этого. Эта бабочка, думаешь, тебе поможет, что ли? Типа ты милый какой-то, я не понял. Слушай, а ты реально думаешь, что разговор с тобой стоит, ну, там, 50 тысяч? К сожалению, я не могу... Не, стоп, погодите, ну, это хрень полная, ничего не может ответить. Ну, реально. Данил, он неподготовленный пришел. Я сегодня без... Я знаю, что есть MiBot, как-то так он называется, он другой, он такой квадратненький. Он тоже, типа, популярный был. Я так понимаю, типа, пародия, но она ужасная. Патна самозанятого, Регл, это было проще, чем с ним. На маркетплейсах полно зонтиков, которые могут зарядить ваш телефончик или неонова светиться. Че? Ну, что если ваш зонт будет настоящим умным джентльменом, подмигнет, подскажет погоду и не даст себя потерять. Все это зонт по кличке Опус. Ну, а пока наш юный друг по имени Рекс пытается прийти в себя и подзарядиться, мы будем открывать следующий товар. Опять подзарядиться. А именно умный зонтик, который Георгий Павлович очень долго пытается открыть. Ты его вообще откроешь или как? Ты раз такой умный, сам открывай, Даня. Я почти. Не, я не буду, давай ты открывай. Ключи успокаивающую музыку без слов. Что-нибудь ненавязчивое? Да. Ни слова больше. Включаю фоновую музыку. Эта музыка просто идеально подходит. Ура. Салют. Хочи звук смеха. Умный зонт. Что он умеет? Спросишь ты. Во-первых, он умеет быть стильным. Посмотри. Look at this. Look at this. Что за джакное? Не, ну про вот это вообще отдельное. Особенно вот это. Извини. Это какого? Это как? Это круто. Во-первых... Не, ну это прикольно. Во-вторых, чтобы ты понимал, это очень редкая вещь. Единственное место, где я нашел в М-видео в Солнечногорске. Больше нигде. Ни на Вайлдберсе, ни на Озоне. Ни на каком месте больше нет. Может, оно и к лучшему сегодня нет. Последний экземпляр. Что, собственно говоря, он умеет? Во-первых, разумеется, зонтик надо получить к чему? Правильно. К Wi-Fi. Приложению. И сразу он говорит. Москва, сегодня ясно. Прежде стряхните зонт, и вы увидите на шляпе Джонс смигающий ладо-огонек. Если мигает красным, значит, сегодня будет дождь. То есть тебе надо взять зонт на улицу, выйти так, стряхнуть. Красным. Если мигает красным, что это значит? Блин, уже нас... Что? Значит, будет дождь. Блин, я уже на час от дома отъехал, говорит, дождь не будет. Кто-то мы такие мокрые уже. Красный. А другие цвета какие? А если зеленый, то от сантов не будет. Понятно. Говори, говори! Что надо делать с этой информацией? Если красный, то оп! Открыть что у нас? Открывай. А как оно? А как оно? Оп-ля! Подим. Он будет приходить уведомления к вам. На каждую капельку, наверное, да? Это у меня завибрировало. Я, кажется, промол. Да, они звонят же. Ну, чувствую, в руке отдается. Возьми руку. Прекрасно, прекрасно. В какой ситуации ты потерял телефон и идешь за помощью к зонту? В какой? Это наш альтернативный вселенный, которому мы уже попали, есть умная вилка. Давай, 15 секунд. Давай, тряси. Предположим, у тебя нет друзей, которые тебе могли бы позвонить, ты потерял телефон и... Телефон. Три. Телефон. Кис-кис-кис. Телефон. 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 О, я каждый раз трясу зон, когда забываю телефон. Я понял. Салют. Включи Bluetooth. Включаю. Подключено к iPhone Андрей. Андрей. А, а вот он у нас. Скажем, ковон. О. Это музыка. Встроенная? Да. Чё, симодневая? Телефон. В комнате. Я открою приложение. Приложение надо оставлять включенное. Не стилево. Сэр. Он английский. Нет. Слушай, ну зонты в целом стоят около косаря, учитывая, что у этого усы шляпа. И он еще и... Ну давай так, честно. Потрясти три раза и узнать, есть ли дождь. Это рофл. Это прикол. И вот это. Это абсолютно ненужная зонту функция, но это прикол. Это такая музыка стилевая. Ну я говорю, да. Слушай, тупо саундтрек себе жизни лупанул. Слушай, штука. Не ломаем ее. Ну я так думаю. Но я ее лично не буду ломать. Я его уважаю уже даже. Значит, получается, ты еще еще его потеряешь, понимаешь? Да что, не надо его! Он требует очень уважительного к себе отношения. Это заслуживает чего? Уважения. Уважения. Конечно. Мы возвращаемся в наш мир технологий за 50 тысяч рублей. Хайракс! Проснись! Хайракс! Опять усы. Хайракс! Хайракс! Касательно музыки, какую... Почему он продолжает храпеть и слушать меня одновременно? Хайракс! Какую музыку ты слушаешь? Назови три группы. Я как искусственный интеллект не имею личных предпочтений в музыке, однако я могу назвать вам три популярные группы разных жанров. Один, The Beatles. Иди к своему зарядному устройству. Пожалуйста. Ну это кросс для него прям. Он пил на свой первый шашпион! Так, он на тебя влюблен усмотрен. На меня? Да. Или он понял, что нужно делать? Он уснул. Хайракс! Иди заряжайся. Я не могу идти и заряжаться, так как я искусственный интеллект. Хайракс! Иди к своему зарядному устройству. Дань, мы с ним сюсюкаемся. Некоторые часы уже разлетались в этот момент. Мы, может, сколько шансов дали. Нет, он не понял. В смысле он не понял? Он его за что-то. Ну, может, он паркуется. С зонтом было веселее в натуре. Джентльмен слова не сказала. Вон какой приятный был. А это здесь... Ничего хорошего. О, встала. Все функции. Хайракс! Хайракс! Я заряжаюсь. Не могу. На тебя как-то. Это что за отговорки онлайн? Купили до 50 тысяч. Уже начало. Как? Хайракс! А можешь ты... Хайракс! Ты можешь хотя бы шаг сделать, Ирин? Ёркей! Шаг сделай, сделай шаг один. Один. Форвард, форвард. Мув форвард. Вон степ. Издевательный. Извините, но я не могу выполнить ваш запрос. Он пошел. Он по полосу. Он пошел. Так он выполнил. Он все понял. Он просто издевается над нами. Ну ладно, не такой децибел, как казалось бы. Это я с тобой базарив все это время. Ты можешь себя адекватно вести? Почему ты стоишь на месте? Мы тебя поставили заряжаться. Ты что делал 20 минут? Ты храпел. Ты что улыбаешься? Она сердечки показывает, улыбается. Родной, давай так. Мы тебя ставим на зарядку. Ты не расходуешь ее своим вот этим храпом. Ты просто делаешь, что говорят. Хай, Рекс. Иди вперед. Вперед, вперед. Иди. Ой, такой мягенький. Он идет вперед. Смотри. Он понял поверхность. Иди вперед. Он понял поверхность. Иди вперед. Двигайся вперед. Извините. Она очень укоризненно сейчас вот так на меня посмотрела. Я когда ему говорил, иди вперед, он стоял вот так. Ага. И смотрел вниз. Понял? Да. Как будто он понял. Я человек, воспитанный ТикТоком. Я не могу так долго ждать. Хай Рекс. Упади. 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 Он плачет. Андрей, сними его. От счастья, наверное, первая выполненная команда. Хай Рекс. Поднимайся. Он злится. Смотри, сердится. Ты куда слышишь? Сердишься. Чупик. Нет, ты что? А вот так. Ты можешь? Повтори. Самые умные умы человечества года десятилетиями ломаются. Такая чепуха сейчас очень бесполезная. Беспонтовая за 50 тысяч. Нафиг она нужна? Себе голову. Как правильно чистить уши? О, это... Благодаря технологиям и умные ушные палочки мы можем залезть во все труднодоступные места. Этим, конечно, можно только, наоборот, навредить. Вообще же не жательно в уши как-то лезть. Я не могу. Я в основном беру ушные палочки. И, ну, не глубоко, а вот прям возле выхода ушного канала, но чище. Потому что это хлюпание ушей, ушной серы. У меня бес. У меня ушная серая очень сильно вырабатывается. Не знаю, это может связано с сибориным дерматитом, потому что там даже... Сибориный дерматит даже в ушах противная. Это жесть. И я прочищаю, потому что иначе некомфортно совершенно. Но чешется. Наш умный компаньон в очередной раз пытается прийти в себя. Мы будем, наконец-то, заниматься самолечением. В курсе ли ты, что еще даже сама Елена Малышева говорила, что чистить уши обычной ушной палочкой вредно? Потому что ты серу проталкиваешь себе в мозги. И чтобы этого избежать, надо воспользоваться умным прибором. Мы залезем в ушки, понятное дело. И посмотрим все содержимое. Вот такая вот камера. Я включил. Ну, как камера, типа, вычисляй, как лопаткой. Но мне кажется, все-таки это со мной такая не совсем безопасная штука. Хотя хрен он знает. Горит. Загорелось будущее. Ну, я бы не понял. Итак, смотри. Лучше уж и палочками почищу вход в канал и нормально. Боже. И раками сломал. Самый страшный кружок в Телеграме. Я на работе, сейчас не могу разговаривать. Вот у меня ребята здесь. Все, не мешай. Я поеду. Какая универсальная штучка. Это же сразу хочется. Блин. А, смотри. Вот здесь есть смены, чтобы не было так мерзко. Давай засунь в рот. Слушай, это очень напоминает кадры из какого-то фильма, но я не помню из какого. А, да, кариус там увидел. Опа. Пора уже. Это не для этого. Ну, это для... Нет, ну, почему написано? Ear, nose, face, mouth. Кстати, да. А для ушей как? Я типа вот этой лопаточкой вот так вот типа... Ну, да. Су-е-фа! Су-е-фа! Это... Смешно вам. Как всегда отрывается Мефисто. Смешно вам, да, суки? Ты на меня поворачиваешь. О, нет. О, боже, смотри. Кто это там на меня смотрит в ответку? Кто смотрит? Ой. Она греется? Мы же ушной палочек. Я как будто нагреется. Я испугался. Ты вообще, блин, что я сейчас вижу? Я не хочу знать, что там браще, блядь, смотрит с умным лицом. Я поэтому и... Давай глубже засовывай. Не буду там страшно. Я уже засунул. Нет, ты залил. Вот настолько ты залил. О, нет. О, нет. Я не хотел это видеть. Хотя с другой стороны, конечно, немножко. О, дизарский начинает. Вот это Джо Манджо. Посмотри, может там Робин Уильямс где-то. Ну что, куда еще ты залил? Ну, давайте придумаем креатив... О, Рэйчел, 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 беги! Рэйчел! Смотри, мы смотрим на платву. Вентилятор. О, да, кстати, вот такая штука. 800 рублей стоит, это приблуда, дорогие друзья. А, ну, кстати, 800 рублей забавная штука, чтобы просто всякие штуки позаладить. Это очень странно, но я ничего плохого... Хорошая, берем, мне нравится. Берем. Особенно за такие бобки. А тем временем мы вернулись к нашему этому самому. Чтобы вы понимали контекст, мы уже около часа боимся с этой сранью, чтобы она хотя бы чуть-чуть работала, она постоянно отключается от Wi-Fi, а то в зад, то вперед. Идея обалденная. По сути, отходящая энциклопедия, которая расскажет про все, любой факт. Почему небо голубое, там, ну, да, дети же этим сейчас интересуются, но так или иначе, она может выступать в роли собеседника, что-то объяснять, петь песни, развлекать. В теории, и на инструкции, а по факту у нас пластмассовая билиберда, которая не работает. Да. Применные смартфоны способны оперативно и быстро переводить текст, как и устно, так и письменно. Но что делать, если вы, старовер, вам нужна ручка, вам нужно проводиться по тексту и видеть результат в режиме реального времени. Когда есть камера на телефоне, для чего это существует? Есть же камера на телефоне. Поможет ручка сканер Philips, преобразовывает речь в текст и наоборот. Нет, если это было в моем детстве, это было бы вообще круто, это бы у людей, там, лицо бы отпало, реально, вот реально лицо бы отпало. Но когда ты можешь сейчас зайти в Google Переводчик, нажать камера и навести, оно тебе все приведет, как бы, ой, прости, телефон, то зачем? Поддерживает Bluetooth Wi-Fi и имеет русский акцент. Ну, слава богу. То есть ты пишешь, а она переводит? Не пишешь. Сканируешь текст. А, то есть у нас тут все на каком-то нерусском. На всякой билиберде. И вот этот прибор сможет нам считать каждый язык, мы будем вот так вот проводить. То есть прям как встроенный... Что это у нас, китайский, японский, китайский, японский, а снизу корейский, то корейский, да, вроде бы, да, они такие палки у них. Потом какие-то другие языки, ну, английский сверху. Ну, как вообще тут много раз, в темецкий, я вижу, вроде бы. В куче приложений только для дрожжей занимает место. То, что надо. То, что надо. О, как вы там? Привет! Привет! Человек из будущего. Он разлетелся. Пошел! Все это время, пока вы возились с этой малюткой красотырочкой, я все это время пытался подобрать язык. Наконец-то смог. Всего каких-то на очень сраном сенсоре Георгий скажет нам по-английски, как он относится к этому роботу. Hello, my name is Георгий. This robot very bad. Смотрим. Не распознат. Кадья, почему он говорит, пожалуйста, скажите на русском? Я же выбрал с английского на русский. Что за хрень? Это все понятно, по-русски говори. Яблоки зеленые, переводилка, говно, робот, говно. Смотрим. Ошибка. А как это так? Как это ужасно. На английский, на китайский можно. Это на эти два языка можно перевести. Дань, но она все-таки всего лишь к интернету подключена. Ладно, конце концов. Это его главная пушка. Главное это сканировать текст и переводить. Не считай, пускай сам. Хигжин Сергей замыкает тройку лидеров в плыве. Что написано в оригинале? Я же, Сергей замкнул тройку лидеров в заплыве. Прикольно. Давайте еще раз. Я дам ему еще шанс. Криори знает, что самые дешевые воздушные щекотки можно купить в авиасейл. А может быть, авиабилеты, мы не знаем. Воздушные щекотки. И удобные авиащекотки. Нет. Назадский найден. Сканируем казахов. Не стесняемся. Какая бесполезная фигня. Ничего не происходит. Время ответа сети и стекло. Нажмите экран, чтобы повторить попытку. И вот что он нам выдал. Это же даже не то, что здесь написано. Это просто Алла Верды абсолютно. Итальянского на русский. Аптинана моего прилиния часто каждое совместное видео Гуайда. Я читаю каждого поклонника. Я их очень люблю Элиспидисеа. Мой отпуск предзаказ мне нравится. Они одна без чак. Обзор мой Юнгэка 0. Ими Фислоу дает на Юхюнг Штепсель. Штепсель. Сколько стоит? Две тысячи. В принципе, понимаете, две тысячи рублей не так дорого. Да нет, дорого ради такой фигни. Бесплатно. У каждого есть сейчас телефон. У каждого есть телефон. Взять телефон. Бесплатное приложение. Бесплатное. И переводить не напереводиться. Дипл бесплатно. Гугл переводчик. Бесплатно. Дорого, но и как бы... Но не так мало. Я такой же переводчик. Дай сюда. Че там? Итак, значит, два абрикоса идеально ели чефиста, значит. Гвардия одни. Смотрели видео и, значит, колобоциаронировали с лего фанатами. Что? Я правильно перевел уже? Да. Давай! Ой, все, да. Ой, прекрасно. А что делать, если вы староверно не любите ручки? Есть переводчик диктофон. Все то же самое, только тыкаи пальчиками в экран и получай удовольствие. Есть же телефон! Без деньги написано AI, мне уже страшно. Что же умеет эта штука? Во-первых, я сделаю вот так вот. Не, ну может, она хотя бы переводит там с помощью у тебя GPT какого-то или что-то подобное. Надеюсь. И DPL, хотя бы DPL, который бесплатен. Это голосовая штука. То есть, условно говоря, я к тебе подношу. Сразу, три, четыре, пять. Да, и он переведет. Ну, неправильно перевела, но в целом это лучший результат за сегодня. Hello, 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 my name is Daniel and I want to die. I want to pizza with ananas and anchoose. Please. Привет, 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 меня зовут Даниэль. И я хочу умереться. Я хочу быть там с Честным и Чарльзом. Пожалуйста. Что за Честный Чарльз? Егор Буц, have a good flow. He reading a rap. He rapper. Yes it is, it's good. Все знают. У вас должны быть ботинки, которые хорошо текут Регион дерьмо здесь Да, это, это хорошо Переводный перевод тут реально есть Если вам не хватило просто перевода Вот вам все равно Перевод перевода She's taking pictures in the mirror Oh my god, her skin so clear Tell them bring her over here Ее кожа такая чистая Скажи им, приведите ее сюда Правильно? Абсолютно Да? Абсолютно Я то, что они быдло И не умеют говорить на английском Но я тоже такой же Нормально, ребята Все нормально Hello, my name is Vlad I'm from Ukraine Ну так я по-русски говорил Чистейше Она не перевела Что мы выяснили В принципе, эта история-то, оказывается Может переводить и делает это 50-50 Но все-таки делает Здесь есть чат джепоте Можно просто либо сделать свои пальчики очень маленькими Взять своего ребенка И может он попадет Или можно зажать, собственно говоря И говорить Скажи мне теорему Пифагора Не понял Пифагора Он понял Он говорит Превышено количество обращений Купи подписку 6 долларов в неделю То есть Итого 24 доллара в месяц В то время, когда чат джепоте уже нынче бесплатен Чат джепоте временно, вроде 4О бесплатен Замедленный Я вообще плачу за чат джепоте Ну, мне для своих целей нужно И реально это очень полезный инструмент Чат джепоте Очень полезный инструмент Это, наверное, один из самых лучших инструментов Который я пользуюсь Не знаю Прям спасибо за нейросеть Нейросеть это круто Это инструмент Это не замена кого-либо Это инструмент Всего-то за каких-то сколько? 4 тысячи рублей Вот допустим Я как журналист в американских фильмах Просто подхожу Такой пафосный Как реквизит беру И такое Георги How are you my friend today? Now? Ферги Как твои дела? Мой друг сегодня Ферги Какой Ферги? Даня, ты потому что На английском Своем мямляешь Потому что И поэтому ничего не понятно Давай обратимся к профессионалу Салют Научи меня Английскому языку Я могу помочь тебе Выучить некоторые слова На английском Здравствуйте Будет hello Hello Салют Как по-английски Будет Верните мне мои деньги По-английски Это будет Give me my money back Что делать Если ты одинок Но уж больно Хочется снимать Тиктоки в движении Тиктоки Поможет умный штатив С датчиком движения Вот Ой, сейчас Блин, сейчас на самом деле Есть множество подобных штук Которые работают Просто снутри С приложением И так далее Поэтому Пожалуйста Тут у тебя есть подсветка Прикольно Думаешь Оений 2050 год Ничего Ну это прям плохо работает Но сейчас есть множество классов Типа у DJI У Jee hun Да Dece даже ноунеймовских китайских всяких штук. А, у диджайки даже есть, который Осмо Покет, если я не ошибаюсь, там тоже есть вследжение, и она намного лучше работает, там трекается просто замечательно. Типуха. Ну резко отзёргается, ну прям резко, вот это механизм неплавный, нет вот этого плавности. Вот это дерганина, блин. Рыганина, рыганина, бачу, вот эта штука. Какая дрянь. Что такое? Забыли, что такое право? Он не может делать прокрутку, наверное. Нет, там 360, нет. Я сказал, оператор не поспевает за мной, ведь вы, наверное, меня спросите, там три. Вот, смотри на меня, смотри, а теперь я вот так. Ты, кстати, вообще ни разу не в центре кадра. Ну сколько он стоит? Ладно, если он стоит там тысячу рублей, ладно, но я не думаю, что он там не стоит тысячу рублей. Но это полная чепуха, абсолютно бесполезнейшая, даёт ужасную картинку, абсолютно ужасную. Честно говоря, уже прочее потречить своё лицо немножко в программе, просто снимать не вот так видео, а вот так. 4К, тречишь, делаешь всё горизонтально, и получается тоже динамика. Вообще, купить для этого более-менее адекватный инструмент. Да, он не будет стоить тысячу рублей, я не знаю, как это стоит. Может, сейчас заказываешь, что это стоит десятку, это вообще капец. Ну, извините. Ты ни разу там не был. Можно дешёвый Osmo Pocket поискать, я думаю, он будет стоить чуть дороже, но это будет реально крутое устройство, оно ещё маленькое, портативное, и там сразу есть камера. Они-то ж, извините. Не. Шляпа. Ультрашляпа. Ну смотри, иди, и когда он будет идти в какой-то момент, покажи, стоп, хватит. Хватит, хватит меня снимать, не надо. Не пошел, видишь, всё остановишь. А теперь продолжи. Окей, покажи. Сотри, видишь. Хватит снимать, перестань. О, так, да, ну-ка, всё. Пойдём, пойдём. Так, за мной. Пойдём, пойдём. Вот, ещё раз оператора, я здесь, пойдём, пойдём. Так, ещё раз, наверное, не поднимаешь, хоп, пересвет, наверное. О, так, всё, нет, ещё вот так, вот сюда, да. Френдли, 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 всё, абсолютно. Пойдём, 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 пойдём. Так, сейчас у нас тут трудный момент, пересвет, хоп, оп, да. Поэтому после пяти тренировок в парке вы сможете снять круговое видео, избегая солнца. Главное, чуть приноргается так же, как это делает Георгий Бу. Ха! Ха, мой организм не помойка. За 1300 какой можно купить себе штатив вот для такой съёмки? Можно ли купить штатив? Не, ну, за 1300 ничего такого нормального не купишь. Но это чепуха, которая, ну, не даёт адекватный результат. Зачем она вообще нужна? Вообще эта штука не нужна. 1300 за чепуху. В котором будет подсветка. Можно? Какую-нибудь кольцевую лампу ты купишь. Есть дешёвые вот эти кольцевые лампы, которые там прям крепятся на телефон, так, как клипсы. И они, слушай, там, рублей 200, 100, ну, 150, 300, 400, ну, просто зачем это 1200 отдавать? Ради света и вот этой бесполезной чепухи с ужасным результатом. У меня эти товары вызывают диссонанс. Они вроде стоят денег, вроде небольших, вроде немаленьких. Вроде бы, ну, окей, а вроде с другой стороны. А зачем? Я думаю, Даня, что вообще вся мораль сегодняшнего выпуска и вообще вот этих вот товаров в одной русской пословице «Скупой платит дважды». Ну, аффективно, да. Господи, как я люблю бадминтон и как я ненавижу мух. Самое время, если вы что-то примятное, с полезным. О, так это я уже миллиард раз видел. Ты любишь fly? Бей! Нет! О, вот такой должен быть голос на английском. Ну, вот этот миленький голос. Вот это как бы сразу сырец, такой миленький робот. Они «Я не могу ловарить, я искусственный интеллект». Ты думаешь, детский голос ты сразу милее стал? Тебя уже не хочется бить, да? Вот, собственно говоря, у нас электромухобойка. Комаров на даче много, сожрали. А ты такой хоба. Вот то, что летает, вот эта вот огромная гора мошек, когда вот под вечер комаров прям дофига, и вот этой штукой пройтись прям по этой туче. Кайф. СУ-Е-ВА! Леписто как обычно отдувается. Давно видел таким счастливым Андрей. Это все-таки не Егора Бойко, а муха Бойко. Просто онемела немножко рука. А так не очень-то и... Попробуй. Да, можно языком. То есть соприкосновение плотью, она бьет током, и комар с мухой подохнут. В принципе, в теории, много мух довольно эффективно. Сколько она стоит? Тысяча рублей. Тысяча с чем-то? Тысяча рублей. За три или пять тысяч можно купить себе фонарь. Да, ты сами фонарь, который не слетается, и там бьются, это намного будет полезней. И ты не будешь как дурачок с этой фиганей махаться с мухами. Нет, может кому-то такое нравится. Такое. Сражение. Сражение с мухами. Сами летят и взрываются. А так весело, так эффектно. Еще видишь, как искрится. С другой стороны, у меня есть момент, когда вот ты отдыхаешь на даче, ты уже не первый месяц на даче, вот июль, да, и те комары уже так вот, тебе вспрели эти комары, что тебе не хочется сидеть и смотреть, как они летают, москетолом брызгать. Ты берешь вот эту фигню и самолично идешь их вот так вот во все стороны. Тогда да, тогда оправдано. Мне кажется, тут душевное состояние важно. Умные часы. Ну это неплохо. Да что вы хотите, они действительно умные. Вот, пожалуйста, WhatsApp, Telegram, звони и смотри фильмы. Господи, да вот дай. Я хочу смотреть в ТикТоке. Очень умные часы. Ты умные часы? Показывай в ТикТоке. Это чтобы можно было вот так смотреть ТикТоке одновременно на двух устройствах, блин. Класс. Или можно смотреть полноценный ролик, то есть горизонтально, и ТикТок. Лучшее изобретение для зумеров. Лучшее. Газательство того, что Тони Старк знает, сколько времени сейчас. Побимо того, что ты можешь выбрать темку, ну, кстати, они даже не включатся, удивительно. Ты и измерить пульс, все, что могут стандартные часы, ты еще можешь уйти в невероятный мир андроида. What's up? What's up? I'm alright, thank you. How are you? Попасть на кнопочки, конечно, будет проблематично, но все-таки возможно. На любых часах это проблематично. А, тут еще и подрезали, не адаптировали. Да, понимаешь, да, вот экранчик не очень адаптировал. Я хочу сабвей серф. Можно мне? Вот ты едешь в метро, а ну скучно, забыл телефон. Нет планшета. Сел телефон. И что еще делать? Только берешь свои часы, довольно легкие. И ты скорее выдавишь себе глаза, чем будешь смотреть куда-то, чем не в сабвей серферс. А? А? Нет. Ты куда-нибудь не умеет играть? Я умею. Ооо. Я умею. Да, тут вниз надо, там же стрелочка, умеет он. Очень удобно. Я тебе скажу, выглядит прикольно. Я уже дальше, чем ты прошел. Да, блин, раз сколько. Ооо. Это что, близорукой заработать? За микросекунду чисто? Опа. Спидран по безорукости, поехали. Ну, кстати, вообще вот... Для подобных, кстати, часов, мне кажется, прикольные были всякие тамагочи. Блин, что-то делать для тамагочи для тех же Apple Watch, допустим? Это, кстати, реально, кстати, логично ложиться на носимое устройство. Не говоря, они вот разогрелись немножко, часы, стали потеплее, и они даже лагать стали меньше. А если я хочу заново начать, допустим, игру, куда мне сюда нажимать? На какую кнопочку из тех, что здесь... перекрытые. Мне кажется, что вот та зеленая кнопочка означает заново. Ап, ап, ап. У вас есть 2 на 2 нанометра кожа? Тик-ток. Мм? Мм? Ну, ты понимаешь? Так, спокойно на пустынку. Ну, где такое фиг? У тебя нет шансов не деградировать. Ты понимаешь, деградация всегда при тебе. Конечно. В любом? Кайти, не вручу. Буквально в кармане. Смотри, синята. Ну, круто. Мапсы здесь есть, календарик. Ты можешь включить камеру. О, мое любимое началось. Да. Ну, кстати, не так лагает. Где? Вот это она. Да, это она. Слушайте, а это не считается шпионский прибор? Вот, смотри, она меня сейчас снимает, а сейчас Андреюху. Есть огромное количество камер в часах. В принципе, дофига. А погодите, а чтобы общаться, нужно вот маленькими кнопочками что-то писать, да? На удивление попадается. Да, действительно. Я написал. Да, действительно. Своими толстенькими пальчиками. Алло, привет. Как дела? Привет, я сейчас не могу, я на съемках часы надеваю. Андрей, пойдем, пойдем. И что, и что, и что? Ну, вот я не знаю, я вот стою, пишу, хочу кушать и домой. А ты что, как на это смотришь? Хорошо. Я тоже думаю, сейчас доснимем пару товаров и домой пойдем, пойдем. Да все это, последний товар, можно уже закругляться. А знаете что, мне нравится. Даже по дефолту, даже если не подключать. Ну, они норм, кстати, удивительно, но они реально нормы. Поскольку они стоят? Если они стоят еще фигню, то, кстати, это реально не самые ужасные часы. В принципе, хорошие. Ну, лучше Mi Band возьмите. Mi Band, все-таки у них есть всякие функции, они реально стабильно работают, и знаешь, Apple Watch. На самом деле, Apple Watch для меня не избыточны. Ну, честно, они избыточны для меня, но я люблю их дизайн, мне они удобны, мне нравится эта экосистема, мне нравится, что я могу вообще не почекать. Но, в принципе, я понимаю, что быстро у меня перерыв. Ну, это себе на день рождения какой-то купил. Это было мне 25 или 26 исполнялось, я не помню. Это еще первый ультра. И, ну, это просто сам себе подарок на день рождения себе сделал. Но мне бы хватило и сейчас Mi Band, я это понимаю. То есть, по сути, мне нравится, как они выйдут на руке. В целом достойно. Главный вопрос. Сколько? Солько? 5500 рублей. А вот... Честно говоря, вообще нормально. Ну, реально нормально, они по цене Mi Band. А вот это, да, славненько. Славненько, действительно. А иначе и не скажешь. Это действительно славненько. Это не восторг. Я скажу. Не знаю, конечно, может быть они от дождя одного откинутся. Там может быть вообще не все не герметично. И, наверное, один дождь, одна капля. Им капец. Но... Yes. А это, я скажу, ноу. Он ужасен. Он настолько бесит, что у него еще иммунитет. Действительно, его не тронуть, не убить, не оскорбить. Это богатый, залетенький, залетный. Вот эту пленочку с экрана не сняли. Да. Вот этот богатый мажорчик, вот тот самый, неприкосновенный. И вот это, от этого еще сильнее раздражает твои подмышки. Я считаю, что высокие умные технологии еще далековато от нас. А если и не далековато, то стоят очень далеко. Очень далеко от нас. То есть, грубо говоря, до каких-то свершений, до чудо технологий. Поэтому, если кто-то боится, что умный интеллект сместит вас самих, можете не бояться... Да нет, CGPT, опять же, даже даже CGPT, который суперкрутой, он реально суперкрутой, он не может сместить человека. Не как программисс, не как, не знаю, писатель, не как кто, он не может. Ну, не может. Еще годиков пять нам этого не грозит. Ну, где-то так. А пока, все, что мы можем получить, это какие-то бета-тесты вот таких херовин за бешеные бабки. Либо платите очень много денег, либо, вот, 50 тысяч. Это тоже очень много денег, на самом деле. Зачем, когда... Ай, вот. Ну, что ж, ребят, мы это сделали, мы это пережили, а значит, пора закругляться. Я благодарю всех, я благодарю Георгия, я благодарю Сбербум. Ты очень помог. Да, спасибо, разбавил атмосферу. Салют, пожелай что-нибудь нашим зрителям. Желаю вам много радости и счастья. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Салют. Салют, а теперь включи какую-нибудь веселую музыку, а Егор под эту музыку что-нибудь сломает. Запускаю безудержное веселье. Ну, что будешь сломать? Егор, нет. Огромное спасибо за внимание. Обязательно. Мне кажется, они его просто продадут где-то да и все, обратно, на вторичке, потому что 50 тысяч рублей очень шалко, но большущие деньги, но реально чепуха полнейшая. Ребята, ссылочка на региональный описание, и подписывайтесь на чак-ревью, подписывайтесь на мой канал, мне было бы очень приятно. Всем шанс, здоровья, дальше... Всего придачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok